Томская область, Новосибирская, Красноярский край и, конечно же, Алтай. Необъятные просторы, тайга и горы. Культуры, соседствующие на одной территории, придающие Сибири неповторимость. Каждый из 89 субъектов нашей страны презентует себя на международной выставке в форуме «Россия». Гости знакомятся с историей регионов, их традициями, дегустируют местную продукцию, участвуют в мастер-классах народных умельцев. Сибирский характер, проник метрами, его заканила седая тайга. Экспозиция открылась в середине ноября и будет работать целых полгода. В течение этого времени не обязательно отправляться в конкретный регион. Достаточно приехать на ВДНХ в Москве. Здесь можно окунуться в специфику любого понравившегося региона. На днях на форуме презентовали «Алтайский край». Организаторы площадки подготовили насыщенную программу с участием губернатора Виктора Томенко, молодежного ансамбля песни и танца «Алтай», ремесленников и творческих коллективов. Мы, представляя свою экспозицию «Алтайского края», хотели рассказать, я думаю, что как и все регионы Российской Федерации, хотели рассказать немножко о своей истории, о своих традициях, о самобытности своей, а где-то даже и об уникальности. Ведь на самом деле, конечно, это наш «Алтайский край», но это достояние всей нашей страны. И мы хотели, чтобы как можно большее количество посетителей, гостей наших друзей, которые в это время окажутся в Москве, или здесь живут и работают, чтобы они обязательно прикоснулись, посетили, и где-то порадовались, где-то вдохновились. На стенде «Алтайского края» представляют туристический потенциал региона, достижения в сельском хозяйстве, промышленности, переработке. А инвестиционная привлекательность территории растет с каждым годом, в том числе благодаря уникальной природе на нашей земле. Посетить выставку можно абсолютно бесплатно, но все же на отдельные стенды требуется предварительная регистрация. Валентина Аскерова, День с толком.